Привет, мои дорогие! Вы на канале школы вязания с Катериной Мушин. В сегодняшнем видео у нас очередной красивый узор. Итак, сегодня у нас узор восьмерка. Вот так он выполняется с крещенными лицевыми. Вот так выглядит с лицевой стороны и вот изнанка. Данный узор выполняется на количестве петель кратно 10. Плюс, если вот так, то одна петелька. Если хотите, чтобы первый рисунок повторялся вот здесь, то еще 5 петель. То есть, кратно 10 плюс 1 и 2 кромки или плюс 6 и 2 кромки. Рисунок подходит для вязания шапок, для вязания свитеров, такой универсальный. Петли я наберу классическим способом набора. Итак, 10 плюс 6, 16 плюс 2 кромки, 18 петель я набираю. С лицевой стороны у нас будет первый ряд. Итак, кромку снимаем. Раппорт рисунка. Две изнаночные. Раз и два. Перекрещение один на один с уклоном влево. Правую спицу за вязанием ввожу во вторую петельку. Две снять петли со спицы, подхватить первую, она перед вязанием, вернуть вторую, она за вязанием. Теперь смотрите, обе петельки провязываются лицевыми за заднюю стенку. Раз и два. Дальше две изнаночные. Одна лицевая за заднюю стенку, то есть получается скрещенная лицевая, как и эти. Две изнаночных и еще одна лицевая за заднюю стенку. Вот последние 10 петель это раппорт рисунка. Плюс, видите, половинку я набрала, то есть первую часть. То есть симметрия это будет две изнаночных. Перекрещение один на один с уклоном влево. Поменяла местами. Обе провязываю лицевыми за заднюю стенку. Еще две изнаночных. Кромку в конце также вяжем изнаночной петлей. Вот это первый ряд лицевая сторона. Так, второй ряд на изнанке. И все вообще ряды с изнаночной стороны мы вяжем петельки по рисунку. Только лицевые провязываются обычными лицевыми, все изнаночными скрещенными лицевыми. Скрещенными изнаночными, извините, да. Так, кромку снимаем. Начали. Лицевая 1, лицевая 2, две скрещенные изнаночные. Вот за заднюю стенку я подтягиваю, провязываю изнаночные 1 и изнаночные 2. Лицевые 2. Лицевая 1 и лицевая 2. Значит, это пока наша симметрия. И теперь раппорт рисунка. 1 скрещенная изнаночная за заднюю стенку, 2 лицевые, 1 скрещенная изнаночная, 2 лицевые, 2 скрещенных изнаночных, 1 и 2. Обе за заднюю стенку и 2 лицевые. Так, повторяйте последние 10 петель до последней. Последнюю кромку выполняем изнаночной петлей. Это наш второй ряд. Повернуть вязание. Третий ряд. Лицевая сторона. Первую петельку снимаем. Раппорт рисунка 1 изнаночная. Перекрестить 1 на 1 с уклоном вправо. Правую спицу перед вязанием я ввожу во вторую петлю. 2 снимаю. Подхватываю первую, она получается у меня вязание. Возвращаю вторую, она получается перед вязанием. Провязываю лицевая за заднюю стенку и изнаночная. Дальше перекрещение 1 на 1 с уклоном влево. Правую спицу за вязанием я ввожу во вторую петельку. 2 снимаю. Подхватываю первую перед вязанием. Возвращаю вторую. Провязываю теперь наоборот. Сначала 1 изнаночная, а затем лицевая за заднюю стеночку. Так, 1 изнаночная. Перекрещение с уклоном влево. За вязанием правую спицу ввожу во вторую петельку. 2 снять. Вернуть первую, вернуть вторую. Провязать изнаночная, скрещенная лицевая. И перекрещение с уклоном вправо. Спереди правую спицу ввожу вторую петельку. 2 снимаю. Вернуть первую, вернуть вторую. Провязать скрещенная лицевая. И затем 1 изнаночная петля. Вот наш раппорт рисунка. Последние 10 петель без кромки. В конце сантиметра, то есть все, что делали мы на первой части. 1 изнаночная. Перекрещение с уклоном вправо. Смотрите, когда вправо, мы меняем местами петельки так, что вторая находится перед вязанием. Вяжем 1 лицевая, затем 1 изнаночная. И перекрещение влево. Когда влево, мы меняем петельки местами так, что первая находится перед вязанием. Вот провязываем их сначала 1. Так, 1 изнаночная, затем скрещенная лицевая. Так, еще изнаночная петля. И кромку тоже вяжем изнаночной петлей. Значит, это был третий ряд. Так, с изнаночной стороны тот же принцип. Первую снимаем. Смотрим, лицевая провязываем просто лицевой. Изнаночная подхватываем заднюю стенку и провязываем скрещенной изнаночной. Вот, 2 лицевые просто. Вот, изнаночная подхватываем заднюю стеночку. И так дальше. Снова 2 лицевые, скрещенных 2 изнаночных. Раз. И вторую тоже. Если изнаночная, то за заднюю стеночку. И так вяжем до конца ряда. Обязательно все изнаночные я вяжу классическими изнаночными. Иначе у вас скрещенные с следующей стороны не получится. Так, вот изнаночная, предпоследование лицевая и кромку изнаночной. Значит, это был четвертый ряд. Работу поворачиваем. Так, пятый ряд лицевая сторона. Первую петлю снимаем. Вяжу изнаночная, скрещенная лицевая. 2 изнаночных, скрещенная лицевая. 2 изнаночных, перекрещение с уклоном влево. Правую спицу с завязанием ввожу вторую петельку. Две снимаем, подхватить первую, вернуть вторую. Обе провязываем лицевыми за заднюю стенку. И одна изнаночная. Вот такой наш теперь раппорт рисунка нашего пятого ряда. Все повторяем. В конце петельки симметрии изнаночная, скрещенная лицевая. Изнаночная скрещенная. Так, 2 изнаночных, скрещенная лицевая и изнаночная. Кромку тоже вяжем и изнаночной петлей. Готов пятый ряд. Работу поворачиваем. Шестой ряд. Изнанка. Тот же принцип. Кропку снять. Лицевую провязываем обычной лицевой. Изнаночную провязываем за заднюю стенку. 2 лицевые, изнаночные за заднюю стенку. 2 лицевые, 2 изнаночные за заднюю стенку. Вот раз и два. 2 лицевые, изнаночные за заднюю стенку. 2 лицевые, изнаночные за заднюю стенку. И лицевая. Кромку изнаночной петлей. Так, седьмой ряд у нас. Лицевая сторона работы. Кромку мы снимаем. Так, раппорт рисунка. 1 изнаночная. Перекрещение с уклоном влево. Меняем петельки местами так, что первая находится перед вязанием. Провязать сначала 1 изнаночная. Затем лицевая за заднюю стенку. Перекрещение с уклоном вправо. Меняем петельки местами так, что вторая находится перед вязанием. Провязываем лицевую за заднюю стенку, а изнаночную просто изнаночной петлей. Так, еще одна изнаночная. Перекрещение с уклоном вправо. Вторая у нас перед вязанием, когда мы их меняем местами. Лицевая за заднюю стенку и изнаночная. Перекрещение влево. Первая находится перед вязанием, когда мы меняем местами. Провязываем изнаночная и лицевая за заднюю стеночку. Вот последние 10 петель наш раппорт рисунка. Мы его все повторяем. В конце петельки симметрии. Изнаночная, перекрещение с уклоном влево. Вот первое перед вязанием. Одна изнаночная, одна лицевая за заднюю стенку. Перекрещение с уклоном вправо. Меняем местами вторая перед вязанием. Вяжем одна лицевая, одна изнаночная за заднюю стенку. Еще изнаночная и кромку тоже вяжем изнаночной петлей. Это наш седьмой ряд. Так, восьмой ряд с изнаночной стороны. Последний ряд нашего вертикального раппорта. Первую петельку снимаем. Так, вяжем лицевые за передние стенки, изнаночные за задние стенки. Вот раз и два. Снова лицевые за передние стенки, изнаночные за заднюю стенку. Кстати, если вы будете вязать по кругу, то четные ряды вы вяжете по рисунку. Так как это по кругу всегда с лицевой стороны, то наоборот, вы лицевые провязываете за задние стенки, а изнаночные обычными изнаночными петельками. Это мы все знаем. Схемка по кругу будет на моем сайте. Обязательно зайдите, посмотрите. Кромку изнанкой. Так, это восьмой ряд. Значит, дальше повторяем с первого по восьмой ряды. То есть, мы эти две петельки в первом ряду вязали по рисунку и сейчас так. А здесь делали, видите, раз-два перекрещение. Вот, раз-два. Будет сверху. Таким образом, если повторять, получается вот такая, видите, восьмерка. Красивая. Вот это все очень просто. Всем большое спасибо. С вами была Катерина Мушин. И всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok